Устранить факторы, оказывающие вредное воздействие на работника в различных сферах, намерены в Гродненском регионе. Чтобы создать безопасные условия труда, сейчас разрабатывают комплекс мер. Об этом сообщили на обучающем семинаре для профсоюзных лидеров, профильных специалистов и кадровых служб города. Основной темой стала профилактика нарушений законодательства о труде и об охране труда, а также аттестация рабочих мест. Сегодня в регионе активно продвигают тему нулевого травматизма. Она включает в себя совместную деятельность нанимателей, работников и других заинтересованных служб. Важно выявлять угрозы и контролировать риски, обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, а также при взаимодействии со станками и оборудованием, повышать квалификацию и инвестировать в кадры. Именно поэтому работа прежде всего направлена на повышение уровня знаний участников семинара. Причины несчастных случаев, которые, к сожалению, имеют место у нас и динамика. К сожалению, у нас динамика неблагополучная в этом плане по сравнению с предыдущим годом. Чтобы вот эти требования были донесены до каждого работающего. И обратить внимание каждого работающего, что здоровье и собственная безопасность находятся в их руках. Помимо этого важно, чтобы люди получали достойную зарплату и имели положенный им социальный пакет. В Грудницкой области идет планомерная работа по созданию безопасных условий труда. Выделяют значительные средства. Еще один вопрос на повестке – аттестация рабочих мест по условиям труда. Это система, при которой учитывают все факторы производственной среды – тяжесть и напряженность процессов, воздействующих на работоспособность и здоровье людей. Мы привыкли, что аттестация рабочих мест определяет вредные условия труда, производятся компенсационные выплаты, назначается досрочная пенсия. Но в то же время не надо забывать, что в первую очередь все-таки аттестация рабочих мест направлена на явление вот этих факторов, которые имеют вредное воздействие на человека. И прежде всего, конечно, это разработка мероприятий по устранению, чтобы наши работники работали в безопасных условиях труда и не имели риска возникновения профессиональных заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин